Китай обвинил США в препятствии поиском источника коронавируса, а вот как, оказывается, Китаю США препятствуют, то есть китайцы не пускали, помните, специалистов в этот ухань, чтобы те там что-то нашли, а теперь оказывается, ну, с больной головы на здоровье, это обычная такая стратегемовская китайская фигня. 12 белых иностранцев обезглавили в Африке, в Мозамбике, в отеле люди жили и голову поотрубали, ну, в общем-то, странно, что сейчас никто не принимает практически никаких мер. Вот обратите внимание, ну, в 70-е годы, 20-го столетия, если бы было что-то подобное сделано, там, я не знаю, вся французская армия, половина американская и прочее, прочее, уже бы набежали, уже бы там ловили каких-то этих злодеев, диктаторов, судили, вешали там, я не знаю, что с ними там делали, как с Бокасой там и прочее, да. Очень странно все. Какие-то пираты, какие-то террористы. Сейчас, когда при помощи беспилотника можно совершенно спокойно нейтрализовать генерала корпуса стража Исламской революции, которого охраняют там вообще со всех сторон, пух и нет генерала, и нет усачья, да, помните? А здесь ничего не могут. Мы же дистанционно, не выходя из кабинета, не отходя от компьютера, можно совершенно спокойно уничтожать таких чертей, которые там на кого-то руку подняли, голову они там рубят, блядь. Почему? Вот вопрос. А вы говорите там, ввяжутся американцы в войну в Украине, хер ее знает, ввяжутся или нет, если они в такие вещи не ввязываются. И Кремль не хочет доводить отношения с США до ручки. Интересно, ручка-то у кого будет? США, США, что при этом потеряют? Меньше процента мировой экономики, да? Нет, вернее, не меньше процента, а общение с менее процентом мировой экономики, ибо Россия представляет меньше-меньше процент мировой экономики. Так что, это они потеряют. Кремль прокомментировал соображение о возможной высылке российских дипломатов из США, враждебности, непредсказуемости американской стороны. Это, блядь, жуть, конечно. Это американцы не предсказывают. Американцы собрали толпу народа, там наускивают всех, давайте там бендеровцев бить пошли, да? Там какой-то козак, который кричит, что сейчас бросимся там воевать за Донбасс, там всех порвем и прочее, прочее. Ну, то есть, идет специальное запугивание, а виноваты американцы. Ну, понятно, что это для ваты делается, чтобы вата тоже участвовала во всем этом величии. Это же величие. Как еще дать величие? Ну, Путин может дать парад или вот такой парад. Это же тоже парад, вы же поймите. Вот эти вот военные, которые едут по всей России, это парад. Это специально наглядно делают, тащат эти войска, пишут про флотилию, которая туда идет. Сейчас она там наведет порядок и прочее. Как самолеты летят, привет, мальчишу, да, там пароходы и прочее. Пройдут пионеры, салют мальчишу. И вот все эти идут, идут, идут. И вот этот мальчиш, вот этот ватник стоит, какой охеревший. И смотрит, люди по железной дороге, по дорогам туда-сюда возят. Это же парад. Вот когда вас спросят, что там происходит, скажут, парад. Только вот такой.